Всем привет! В данном видео мы поговорим о двух новых фичах WebStorm Render. Projection Mapping и Parallax Bump. На примере текстур из Polyagon и Quixel Megascans, я покажу несколько примеров использования этих особенностей. И конечно же расскажу о том, чем отличается Parallax от Displacement и почему его стоит использовать. Приятного просмотра! Итак, в первую очередь заходим на сайт Polyagon в вкладку HDRi, чтобы выбрать понравившийся для освещения нашей сцены. Например, мне нравится этот экстерьер. Кстати, ссылку на все текстуры и материалы, которые я буду показывать здесь, я напишу в закрепленном комментарии. В данный момент нам не нужно слишком большое разрешение. Поэтому 3К будет достаточно для этого урока. Чтобы скачать данную HDRi, нажимаем на кнопку Download for 10 credits и указываем путь к папке, в которую хотите ее сохранить. После чего распаковываем архив и внутри Вы найдете папку Regular, в которой будет лежать эта карта. Копируем этот путь и подключаем в AppStorm. Для этого заходим в настройки рендера, вкладку Environment и подключаем данную карту в слот Texture. То есть сначала выбираем AppStorm Bitmap, перетягиваем его в окно Slate Material Editor и уже там указываем путь к ней. После того, как HDRi появится в этом слоте, Вам нужно выключить опцию Input Gamma. Иначе результат будет некорректным. Вы можете сами в этом убедиться, просто запустив рендер с этой опцией. Затем Вам нужно исправить тип маппинга, так как сейчас он тоже некорректный. Для опции Mapping выбираем Spherical Environment. Далее добавьте любой из примитивов в сцену, чтобы видеть, как работает освещение и в настройках рендера включите опцию Direct Lighting в вкладке Environment. Таким образом, у Вас будет правильное освещение и тени. Итак, освещение настроено. Теперь приступаем к установке специального полигон скрипта, чтобы иметь возможность быстро импортировать материалы. После этого я начну рассказ о Projection Mapping и Parallax Bump. Чтобы скачать этот скрипт, Вам нужно зайти на страницу Help. Затем перейти в Tools & Addons и выбрать Polyagon Material Converter for 3ds Max. Далее нажимаем на эту кнопку. После чего распаковываем архив и перетягиваем MZP-файл в окно 3ds Max. В итоге у Вас появится окно с сообщением об успешной установке. И там будет указан путь к скрипту в меню Custom User Interface. Теперь Вам нужно зайти в это меню, выбрать вкладку Quads и Little Bars и переместить скрипт в удобное для Вас место. Лично мне удобно собирать все основные скрипты в меню правой кнопки мыши. Для этого я использую вкладку Quads. При желании Вы можете отделить скрипт от других с помощью специального разделителя в сепаратор. Далее, если Вы запустите данный скрипт, то увидите такое окно. В рендере Вы не найдете F-Storm, но это не мешает работать с этим скриптом. Я обычно выбираю V-Ray и потом просто конвертирую все материалы. Свой рассказ о Parallax Bump и Projection Material я начну с обычного Asphalt. Для того, чтобы скачать этот материал, заходим в Textures, в категорию Streets и там выбираем Roads. Или просто переходим по ссылке в комментарии. Она ведет к этому материалу. Разрешение отрекаю и запоминаем размер, указанный в Dimensions. То есть в 3ds Max создаем такой Plane. Затем возвращаемся на сайт и качаем этот материал. Далее извлекаем скачанный архив. В нем Вы найдете все нужные карты и превью материала. Но Вам не нужно вручную подключать все текстуры в разные слоты в 3ds Max и настраивать этот материал. Достаточно просто запустить скрипт. Далее указываем путь к папке с скачанными материалами и у Вас появится их превью. Затем просто активируем опцию Apply Materials to Preview Sphere. И загружаем данный материал с помощью кнопки Load. В сцене у Вас появится сфера с этим материалом. Теперь Вам нужно конвертировать его в AStorm материал. Для этого заходим в настройки рендера и затем в вкладку Tools. После чего нажимаем кнопку Convert Send to AStorm. Затем открываем материал Slate Editor. Берем пипеткой образец материала и назначаем на Asphalt. В итоге видим, что текстура спрессирована неправильно. И чтобы это исправить, заходим в редактор модификаторов. Назначаем UVW Map и кликаем на Bitmap Fit. После чего выбираем Albedo текстуру. Затем заходим в настройки Gizmo для модификатора UVW Map и поворачиваем на 90 градусов. Во время поворота не забываем нажимать клавишу A, чтобы активировать точное значение для поворота. После чего нажимаем кнопку Fit. В итоге Вы получите нужный размер текстуры и если запустить F-Storm Render, Вы увидите такой материал. Итак, у нас есть Asphalt и теперь давайте поговорим о проецировании текстур на него. И конечно же о новой функции в F-Storm Parallax Bump. Для проецирования я буду использовать какой-нибудь материал люка. Для этого на сайте Polyagon захожу в категорию Streets и там выбираю Grades & Manhole Covers. Мне нравится этот материал, поэтому его и покажу. Как только скачали его, нам нужно создать F-Storm Projection объект. Данный инструмент находится в категории Helpers. Размер этого объекта 60 на 60 см. Высота в данный момент не важна. Затем, как обычно, импортируем данный материал, конвертируем и пипеткой берем образец из сферы. После чего выбираем Projection объект и помещаем данный материал в слот Material в виде Instance объекта. Но если сейчас запустить Render, то Вы не увидите проекцию данного материала на объект с асфальтом. Как это исправить, сейчас объясню. Во-первых, в самом материале проецируемого объекта для всех текстур нужно выбрать Projection. Для слота Mapping. После этого Вам нужно создать F-Storm Projection материал. В его слот подключить материал асфальта. И конечно же применить этот материал к объекту с асфальтом. В итоге Вы увидите, как на него проецируется материал с люком. Но Вам еще нужно добавить альфу, чтобы обрезать все лишнее в этой текстуре. Для этого в слот Mask объекта F-Storm Matte Projection Вам нужно загрузить альфу из этого материала. Теперь все работает правильно. И осталось добавить объем с помощью новой функции в F-Storm Parallax Bump. Для того, чтобы его включить. Во-первых, Вам нужно загрузить карту Displacement вместо Normal Map. Тип текстуры обязательно Mono. И во-вторых, переходим в настройки материала. Там для вкладки Parallax Bump включаем опцию On. Shadows. Увеличиваем Samples и конечно же силу Bump Mapping. В итоге Вы увидите псевдо-объем. Особенно он заметен, когда Вы будете включать и выключать опцию Shadows. Двигать HDRi. Или просто сравните результат с тем же обычным Normal Map. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 То есть разница очевидна. Объем с Parallax Bump выглядит гораздо реалистичнее. Главное, не забывайте выключать опцию Normal Map, когда изменяете ее на Displacement. И конечно же, не увлекайтесь высокими значениями для Bump. Кстати, это очень легко заметить, когда Вы перестарались. Текстура слегка размывается и выглядит неестественно. Конечно же, не забываем, что это проекция и сам люк можно в любой момент переместить. При желании, можно клонировать и получить еще один. Теперь давайте поговорим о настройках Projection Mapping. Я думаю, что о Lens, Width и Height Вам не нужно ничего говорить. Так как с ними и так все понятно. В ID мы указываем ID объекта, который будет проецироваться на асфальт. Этот же номер указывается в самом материале. Например, если я поставлю ID равный 5, то Вы увидите, как люк исчез. Потому что в настройках материала нет такого ID. Но при этом, если создать другой материал для другого объекта и там указать данное ID, то проект с люка будет работать с этим объектом. Это достаточно удобно, когда у Вас много разных декалей и материалов. Z-Order позволяет настроить систему с слоями. Когда Вы можете управлять тем, какой из материалов будет первым, какой вторым и так далее. Например, у Вас есть декаль пешеходного перехода и осенние листья. Так вот Z-Order равный единице, нужно указывать для листьев. Чтобы они реалистично располагались на пешеходном переходе. Или допустим, Вы не хотите, чтобы люк перекрывался белой краской этого перехода. То для люка назначаем Z-Order 1. Для перехода 0. А уже тогда для листьев равный 2. Опция Normal Angle настраивает угол проецирования. Например, если попытаться проецировать данный люк на сферу, то с помощью Normal Angle Вы можете уменьшить угол проецирования. И тем самым обрезать часть текстуры люка. Конечно же, это не самый лучший пример. Но я думаю, Вы поняли для чего это опция и обязательно найдете ей применение. Как раз на той же сфере можно протестировать проецирование. Например, можно получить какой-то сюрреалистичный результат, если добавить еще детали для сферы. Естественно, не только люк можно использовать для проецирования. На том же сайте Polygon можно найти много разных интересных декалей. Например, использовать ту же зебру и листья, которые я уже показывал. Также можно провести эксперимент с текстурой стены, подтеков и разных декалей с того же Megascans. Эти примеры я уже не буду комментировать и просто покажу демонстрацию Workflow. Так как Вы уже и так знаете, что делать. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Но в конце концов это где-то вроде Ки- discipline, так как вы уже видите, что опыт был в этом виде. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok 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 ... в Substance Source. Aligarithmic буквально недавно обновили эту библиотеку и там есть из чего выбрать. Достаточно скачать SBSHAR архив, открыть Substance Player и экспортировать все нужные текстуры. Да, забыл сказать, что при желании Вы можете настраивать Тайлинг в самом Projection Объекте. Так же, как и включать Real World координаты. Например, это можно использовать с какой-нибудь плиткой или другими повторяющимися деталями. Я еще раз покажу Parallax на этой разрушенной стене, чтобы Вы убедились, насколько эта фича крутая. Если его выключить, то все сразу выглядит плоско и неинтересно. Самое главное преимущество этой функции в том, что текстура выглядит достаточно объемно под любым углом. Словно Вы используете Displacement. Но Parallax работает быстрее и с любыми текстурами. Mix, Noise и так далее. Также не требует перезагрузку геометрии, как Displacement. То есть изменения происходят в Real Time, как с обычной текстурой. Еще он не делает разрывов, потому что остается плоским. И скорость примерно такая же, как и у обычной текстуры Bump. Я показал лишь несколько примеров, но думаю, что Вы найдете и другое применение этой замечательной особенности WebStorm Render. Это все, что я хотел рассказать в данном видео. Благодарю за просмотр и желаю хорошего настроения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok